всем привет ну начнем с азов это капушка с продёрнутой внутри с продёрнутым внутри автомобильным проводом высоковольтным так на него значит подается плюс на внутренний тут опять та же система диоды небольшой конденсатор 22 пика крышкой новей на качер качер задает у фокус минус плюс значит у нас идет вот отсюда и пошел на внутренний минус у нас идет сюда и на центральную вот эту разрезанную трубку снаружи значит у нас с медной трубки с медной трубки у нас идет на разрядник вот наш пошло разрядник и сразу со второго конца разрядника снова на очень смысл чем вот это вот медная трубка вот это медная трубка значит что у нас получается вот этот провода сковородник внутри мы на него подаем положительный скажем так потенциал статический который мгновенно перераспределяется на внешнюю медную оболочку внешнюю медную оболочку и в результате мы имеем общий конденсатор то есть вот это значит у нас алюминиевая отрицательно заряжена она на землю и вот эта медная трубка заряжена положить фокус в том что при перераспределении зарядов с внутреннего на наружную оболочку потерь качер не видит никаких проверял всячески но все же надо еще уточнить емкость значит вот этой всей системы между медью и вот этим получил 260 пикофарад емкость вот этого всего конденсатор то есть между катушкой алюминиевый составила всего 30 что получается мы перераспределяем заряды у нас получается на центре минус здесь плюс заряжаем до определенной степени и у нас происходит пробой пока нерегулируемый пробой он происходит хаотично но к чему это приводит электрическое поле конденсаторе всегда направлено от пластины к пластине так плохо видно и распределяется всегда от пластины к пластины и при разряде при разряде происходит резкое изменение электрического поля она направлена нас вот так вот это в любом конденсаторе при пробое резко изменяться электрическое поле что приводит мгновенному изменению магнитного поля что получается в результате происходит рывок я не уверен что он в одну сторону он может быть в разное это надо проверять получается мощный рывок магнитном поле который наводит в этой катушке эдс здесь мы значит над снимаем напряжение уже пардон не так нарисовал но напряжение мы снимаем получается вот с этой катушки на конденсатор если бы здесь рывка магнитного поля не происходило у нас бы соответственно зарядка вот она катушечка внутри намотана пока сонаправлено с индуктором буду всячески и значит выворачивать сонаправленные разнонаправленные затем разрежу этот провод на пополам сделаю чисто по тесле то есть бифиляр на в конец начала ну пока сонаправлены с индуктором работает с нее значит на скоростной диодный мостик и из диода на конденсатор конденсатор 75 микрофарад представим что это акуловский скажем так индуктор как называемый ну или часть часть гранаты нам же энергии надо добавлять мы ее добавляем включаем разрядник предохранительный чисто предохранительный боюсь катушку спалить раньше времени 12 кило это конечно держит мало здесь один разрядник предохранительный и вот это основной рабочий который закорачивать начнут создана нами напряжение между медью и алюминием смотрим магнитное поле ходит вот так вот поперек вот эти ну пошла зарядки максимально 300 вольт то есть магнитное поле здесь у нас есть заряжается ну вот выключили напряжение стоит вот так довольно таки шустренько зарядили до 100 до 120 вольт дело не в том что какая сейчас добыт добыта мощность дело в том что чтобы мы здесь не делали какую катушку какие бы процессы здесь не происходили генератор высокого этого не видит совершенно потому что процесс здесь необычный протекает это процесс перескакивания заряда при этом потерь никаких нет абсолютно катушка зацеплена только вот за одну сторону вот второй конец свободно но конденсатор заряжается и заряжается неплохо буду буду разбираться с катушками спасибо работаем дальше